всем привет вы на канале сибири после успешных видеороликов самый уловистый балансир я решил снять и видео подобное и про блесны про зимние потому что много вопросов задают по выбору блесен и так далее сегодня мы потестируем значит мои самые лучшие блесна но как мои самые лучшие у меня такой уж богатый набор по блеснам но тем не менее вот я готов вам показать самые которые мне больше всего нравятся блесна и мы с помощью подводных съемок посмотрим чем же так привлекает рыбу именно эти блесна вообще самая моя одна из самых любимых это вот этот блесна можете и запомнить я честно говоря не знаю как ее название правильно потому что покупалась она фиг знает в таком году но ловит она очень хорошо окуня особенно по последнему льду оснастил я его таким утройничком моим любимым светофориком вот и принципе в основном все блесны я также оснащаю этим светофориком ловлю я вот на такую удочку удочка называется без кивковая удочка для зимнего блеснения у меня есть видео на канале как ее изготовить очень просто самостоятельно с помощью балалайки хвоста леску я использую где-то 017 потому что у нас очень много щуки часто попадает и рвет нам все поводок я данном случае не буду использовать ну и поводок ставлю здесь вот сейчас пока что без поводка и вот сейчас посмотрите как играет вот это вот блесна реально на подводных съемках сначала я буду показать показывать рядом с камерой чтобы вы видели как она выглядит блесна и игру при маленьких колебаниях потому что окунь иногда ему достаточно прям небольшие такие вот ты чучки такие при подъем чеки и она активно берет не обязательно дергать во вторых вы можете ловить коряжники где большие подтяжки может могут привести к тому что вы просто-напросто оставите блесну в коряги вот а вот такие вот маленькие потяжки дают возможность облавливать маленьком как бы периметре но в том в том в этом случае любой коряжник и вы как бы не зацепить у любого блеснильщика обязательно должен быть отцы не забывать ну вот я вижу что принципе ничего особенного у игры нет но особенность такая что в отличие от других подобных блесен вот типа вот таких вот которые играют на падение подъем довольно таки ровный а играет они вот как бы вот так вот уходит в бок как бы плывут падающая такая рыбка то у этой блесны особенность такая что она играет именно на подъем то есть вверх когда поднимается именно идет вот это вот колебание может быть вот это и принимает и нравится окунь вот еще мы сегодня протестируем и так сказать вот эти вот ноу-хау как вы как у него подошел вы перестали играть ведь как приманивается окунек место она в принципе не такое здесь ловчая здесь я выбрал помельче для того чтобы было более менее видно камерой игру потому что если мы глубже будем заходить там где в принципе окуне много там будет плохо видно именно игру а мне важно вот заснять как ведет себя блесна под водой еще мы уже сегодня будем тестировать вот такие вот ноу-хау нам предоставила фирма mercury компания mercury у них есть каталог я такой показывал на обзоре и вот у них четыре как бы варианта фортуна блесна это вот это она вы выполнена в разных окрасках или цветах они есть вот в каталоге вот это блесна значит шестигранная витая вот она тоже выполняется в любом цвете который есть в каталоге вот есть шестигранная витая без цвета то есть блестящая и просто шестигранная блесна вот как бы вот такие вот четыре варианта но очень много разных расцвет тоже сегодня попробуем поиграем ими посмотрим что они себя представляет водой я думаю должны ловить потому что у них очень интересно выполнена комбинация у них кольцо заводной до которые крепится блесна в боку под таким небольшим наклоном вот что в принципе должно и создавать такую игру интересную для рыбки а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот вы увидели на видео работу и штатных тройничков с вот этими красными трепешными хвостиками. Вот вы видите, я много снял и установил на маленькие размеры, особенно, тройнички вот такие светофорики. Потому что у нас они в Сибири очень хорошо влияют на клев, поэтому моя рекомендация это все-таки одевать вот такие вот тройнички на маленькие размеры. Но, допустим, вот в этом варианте, здесь вот шерстинка очень маленькая, и это хорошо, потому что она уже способствует не такой большой степилизации, как большие шерстинки. Видимо, все-таки они относительно размера немножко полибруют размер, но иногда у них не совсем получается, и получается такая большая шерстинка, что сопротивление капец будет такое. Вот и все на этом. Также я протестил балансира. Про балансира вы увидите в другом видео, которое называется «Самый уловистый балансир 4». Там подводные съемки и выводы относительно балансиров мерку. Еще хороший плюс в том, что все приманки в цветных вариантах можно заказать в любой расцветке, которая есть. А их 69, а может быть уже даже и больше. Вот это очень хороший плюс. Относительно водоема, относительно рыбы мы можем легко выиграть. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Любите, берегите природу. Встретимся на рыбалке.